здравствуйте друзья сегодня мы поговорим про управление доступом на уровне строк это старая интересная проблема уже давно и много раз разными способами производители систем управления базами данных эту проблему как-то пытаются решить и вот теперь в SQL Azure тоже такое решение есть обсудим его у микрофона как обычно Фёдор Самаруров я работаю преподавателем в учебном центре специалист и преподаю помимо всего прочего курсы по базам данных по SQL Server и по SQL Azure тоже парочку курсов читаю ну раз вы записались на вебинар по управлению доступом на уровне строк то наверное вы не новичок в области баз данных поэтому теоретическое введение мы сделаем сегодня покороче итак предыстория напомню такова строки в реляционных таблицах в реляционных базах данных не имеют номеров и к строкам привязаться нельзя то есть нельзя показать пальцем на какую-то конкретную строку в таблице и сказать вот вот эта вот строка мне интересно хочу что-то там такое с ней сделать так не бывает если у вас есть возможность указывать конкретные строки то значит вы работаете не с таблицей а с массивом ну например в Excel так устроена таблица там не таблица там на самом деле двухмерные массивы потому что вы можете к строкам в Excel обращаться по номерам а в настоящих реляционных базах строкам по номерам и каким-то там другим названием критериям вы обращаться не можете то есть строки хранятся в таблице как бы хаотично не упорядочено но зато база данных имеет строгую структуру базы схемы таблицы столбцы вот эти все структурные элементы они статичны они имеют название там и идентификаторы какие-то то есть к ним легко можно привязаться можно показать пальцем на конкретную таблицу и сказать серверу что вот с этой таблицы буду дальше работать эту таблицу хочу как-то отметить выделить среди остальных или столбец в каждой таблице столбцы упорядочены имеют порядковые номера и даже имеют название и по этим названием к этим столбцам легко привязаться в том числе можно раздавать разрешение на таблицы на столбцы на схемы на целые базы в общем на структурные элементы на них разрешение раздавать можно можно сказать я разрешаю пользователю васи читать данные из этого столбца изменять вот этот столбец остальные столбцы чтобы он вообще никак не видел а у пользователя петь совершенно другая ситуация он вот эти столбцы может менять а эти может читать в общем с этим проблем нет но проблема в том что в реляционной базе данные информация вот сами сведения которые мы в базе храним они превращаются в строки а к строкам мы привязаться как-то не можем и не можем на них раздавать в том числе разрешение то есть нет такой возможности сказать серверу что вот на эти строки ты дай разрешение васи а вот эти строки может читать петя а вот эти вот строки может менять еще там какая-нибудь маша вы так сделать не сможете потому что вы не можете отличить строки друг от друга вы не можете сфокусироваться на конкретной строке и эту строку как-то от остальных строк отделить а это сделать хочется часто потому что строки это сами данные которые мы храним в базе и естественно у нас часто возникает задача на такие-то строки дать разрешение на другие строки не дать разрешение ну как эту задачу мы традиционно решаем она же возникла не вчера это конечно задача старая древняя но поскольку такого нормального решения придумать нельзя сама природа реляционных баз данных противится обращению со строками как с объектами какими-то статичными у нас есть единственный способ как одни строки отделить от других это привязаться к их содержимому то есть написать какой-нибудь запрос условия или там как-то еще оформить какое-то выражение которое по содержимому строк выделяет тот кусок таблицы горизонтальный который нам нужен ну и классические решения сводится в общем-то к двум стратегиям либо можно все это поручить приложению в конце концов база данных у нас же ведь обычно не сама по себе имеет ценность а база данных нужна для поддержки работы какого-то важного приложения и это приложение она уже имеет конечную ценность и в нем какая-то там интересная логика запрограммирована так вот можно это приложение эту программу заодно нагрузить и контролем доступа к строкам это приложение будет обрабатывая запросы и действия пользователя решать какие строки ему показать какие строки ему не показывать и будет это делать естественно по содержимому этих строк либо вторая стратегия классическая если все-таки нам нужно такое разграничение доступа к строкам к отдельным строкам проделать внутри базы то мы пишем какой-то программный модуль мы пишем представление или функцию табличную обычно в которую закладываем какие-то хитрые условия и вот это представление это табличная функция показывает пользователю не всю таблицу а какой-то горизонтальный кусок из нее вырезанный то есть какие-то строки в зависимости от условий ну и там можно любые условия запрограммировать например зависимости от времени суток иногда такие строки показывать пользователю на другие в зависимости от того по такой учетной записью пользователь обращается к этой вьюшке или к этой табличной функции можно анализировать его учетную запись и в зависимости от нее там то такие строки показывает то другие привязываясь естественно к их содержимому ну и вообще поскольку это программный модуль то вы можете запрограммировать там все что угодно все что хотите довольно гибкая стратегия но к сожалению приходится писать код приходится писать вот эти вот программные объекты и в дальнейшем работать с данными только через них что конечно не упрощает структуру нашей базы и способ работы с ней в разных субэдэ по-разному производители пытались решить эту проблему но везде где есть какие-то механизмы разграничения доступа к таблице по строкам везде обязательно это сводится к написанию какого-то кода к написанию какой-то динамической конструкции какого-то динамического фильтра который на лету применяется к вашей таблице и в процессе выполнения запроса служит таким дополнительным фильтром который отбирает те строки которые нужно вам показать теперь у нас есть в эсколь азуре тоже аналогичный механизм такое же решение которое скорее всего на практике будет предпочтительнее ну то есть удобнее и проще и правильнее чем вот эти вот два классических способа поручить это дело приложению или написать программный модуль теперь есть встроенное решение которое представляет предоставляет нам третью стратегию третью возможность сейчас мы посмотрим как она выглядит а потом обсудим его плюсы и минусы посмотрим чем это лучше чем это хуже чем классические решения я сейчас покажу как это работает сначала на простом примере потом возьмем пример немножко посложнее и так следите внимательно за руками сейчас мы организуем доступ управление доступом к табличке построчно я уже создал сервер базу пользователей и табличку с тестовыми данными давайте посмотрим с чем мы будем работать подключаюсь к сиквел серверу в азуре на этом сервере я уже завел нескольких пользователей вот они это обычные пользователи они просто могут войти в базу и все и есть среди них администратор он как понятно администратор может все я подключусь сразу к базе чтобы было удобнее это все таки азур там между базами не так легко можно переключаться так поехали подключились посмотрим что видит администратор администратор видит базу sales можно там есть пара табличек обратите внимание на табличку заказами это очень простая табличка там всего пару десяток десятков строк и в этой табличке заказы ну или продажи давайте посмотрим да вот они заказы обратите внимание что у каждого заказа есть продавец в принципе остальное все нам сейчас вообще не важно каждый заказ оформлен каким-то продавцом и эти продавцы они же являются и пользователями базы вот здесь вот они вот они эти продавцы для удобства я их объединил еще в одну роль роль продавец все они исполняют эту роль так вот давайте представим что имеет место такая простейшая задача хотелось бы сделать так чтобы каждый пользователь видел только свои собственные продажи ну и мог там с ними что-то сделать а чужие продажи то есть заказы оформленные другими продавцами чтобы он вообще никак не видел это самое простое что я смог придумать и давайте посмотрим как я бы решал эту задачу если бы не было механизма roll level security в азоре так ну сначала подключимся каким-нибудь другим продавцом и посмотрим что там видно вот к примеру евгений онегин тоже подключается к этой базе саму базу он видит ну это понятно он в этой базе является пользователем естественно не видит а вот табличек он не видит у него нет на эти таблички никаких разрешений хочу чтобы он все-таки увидел заказы но только свои как бы я эту задачу решал классически ну классически наверно я бы решал ее создав какой-то программный модуль ну самое простое это вьюшка конечно же назову вьюшку скажем мои продажи она будет очень простой она просто возвращает строки из таблицы с заказами так но не все а некоторые только те у которых имя продавца совпадает с именем текущего пользователя только поскольку я тут по-русски их пишу этих самых продавцов давайте упорядоченная подправим вот так вот очень простая вьюшка и вот на эту вьюшку я дам разрешение всем продавцам пусть они все делают select из этой вьюшки но все равно то что каждый из них увидит зависит от того под какую четкой под каким current юзером они в эту базу вошли разрешаю им чтение но не на оригинальную таблицу а на вот эту вот мою вьюшку продавец продавец это роль в которую входят онегин и все остальные продавцы готово посмотрим что теперь увидит этот самый онегин ну во первых он увидел это представление все правильно я дал ему разрешение на него значит списке объектов должно это представление появится а если онегин сделает select то посмотрим что он там увидит он увидит только свои продажи вот два заказа были оформлены евгением онегином хотя на самом деле если посмотреть администратором то заказов конечно гораздо больше но действительно два из них были сделаны онегином вот я сделал простейшую динамическую защиту на уровне доступа к строкам в общем задачу я решил и этот классический способ он хорош тем что он гибкий и универсальный то есть я эту вьюшку мог бы написать совершенно как угодно любые условия мог бы там использовать и по любым критериям сделать оценку какие строки показывать онегину какие не показывать это хорошо но что не очень хорошо то что пришлось эту вьюшку писать и этих вьюшек наверное понадобится не одна а несколько кроме того если что-то изменится в вот этих бизнес правилах то придется переписывать вьюшку а еще возникает нехорошая такая ситуация что при написании сколь запроса у меня теперь такой выбор есть может быть сделать select из оригинальной таблицы а может быть сделать select из вьюшки вот это в принципе не проблема но несколько подозрительно как это скажется потом в процессе развития системы поддержка там рефакторинг и такое прочее ну вот это классический способ он вам всем наверно знаком и если даже вы сами не реализовывали такие механизмы то вы ими наверняка пользовались например так устроена сиквел сервере защита доступа к задачам агента все задачи агента хранятся в одной табличке в базе msdb и специальная табличка и там в кучу свалены все эти задачи но у каждой задачи есть владелец он указан специальном столбце и в зависимости от того какой пользователь подключился через менеджмент студию к серверу вы видите вот такой или другой набор джобов и можете ими управлять аналогично в старых версиях сиквел сервера был сделан доступ к пакетам интеграционных служб если вы храните в базе msdb то там тоже доступ осуществляется через хранимые процедуры которые анализируют колонку в которой записан на идентификатор роли который можно показывать эти самые пакеты в общем эти механизмы широко применяются и в принципе задача которую мы обсуждаем она давно решена вот например так как я сейчас показал теперь давайте посмотрим как она решается по-новому при помощи механизма raw level security когда вы начнете использовать этот новый механизм вас скорее всего сразу же прям с первых шагов неприятно удивят две вещи первая вещь неприятная заключается в том что здесь тоже надо писать код тоже создавать программные объекты причем их надо создавать больше больше кода писать больше вот этих программных объектов чем в классическом методе это поначалу кажется странным как же так второе удивление может вызвать то что при использовании этого метода вы сразу же должны всем вот этим пользователям разрешить чтение из таблички которую собираетесь защитить то есть вы сначала всем даете доступ на эту табличку а потом уже пишите программные механизмы которые будут частично ограничивать этот самый доступ это конечно неприятно и вообще это подозрительно с точки зрения уязвимости всяких и безопасности ведь по-хорошему у нас по умолчанию все должно быть запрещено и мы явно должны что-то разрешать а тут получается нехорошее нарушение этого принципа мы вроде как все разрешаем а потом придумываем как бы это ограничить но впрочем это мы попозже еще поподробнее обсудим для начала давайте вот эти вот условия выполнен и так там где я администратор в том подключении где администратор я сначала разрешу всем доступ из вот этой вот таблички с заказами заказы это оригинальная таблица в которой лежат все данные разрешил теперь мой пользователь евгений онегин наверное эту табличку видит да вот она он ее увидит и он не только ее увидит сможет посмотреть все продажи вот не только свои но и чужие второе действие которое необходимо проделать это написать вот тот самый программный модуль он в этом механизме называется предикат ну и предикат безопасности по сути это такая функция она с одной стороны табличная ну потому что синтаксически она пишется как встраиваемая табличная функция но с другой стороны она по своей природе как бы не табличная скалярная потому что она анализирует и возвращает в общем-то скалярные значения и так представьте что вот к этому вот select у который выполняет онегин всегда сервер будет сам добавлять секцию в в которой будет дополнительное фильтрующие условия и те строки которые этот фильтр не проходят они в итоге вам следите показываться не будут вот именно так это работает сервер добавляет невидимый фильтр в который всегда сопровождает все запросы к этой табличке от этого пользователя и от всех других пользователей в этом фильтре будет вызываться специальная функция которую вот я сейчас напишу к этой функции предъявляется ряд требований у нее может быть в принципе любое название какое хотите и она может располагаться в любой схеме но на практике конечно разумно такие функции выносить в отдельную схему создать отдельную схему где будет собранную был собраны программные модули по управлению безопасностью и вот там эти функции писать ну а я для упрощения все буду в одной схеме делать так будет называться моя функция в этой функции может быть один или несколько параметров и эти параметры будут соответствовать колонкам колонкам таблица по которым вы будете принимать решение показывать эту строку или не показывать в моем случае принятие решения о показе или не показе заказа заказа принимается всего лишь навсего по одной единственной колонке по имени продавца ну а если бы не только еще продавца это зависло от других каких-то столбцов то тогда мне понадобилось бы несколько параметров так вот это вот строчка параметр продавец он соответствует столбцу моей таблички функция должна быть синтаксически объявлена как встраиваемая это важно иначе не сработает и табличная и это значит что она должна быть эквивалентно одному select у ну и этот select имеет тоже уже заранее предсказуемый вид этот select выглядит так он должен возвращать единичку для тех строк которые следует показывать собственно смысл этого select а его ценность не в секции select а в секции в потому что я пишу эту функцию всего лишь навсего ради того чтобы сервер знал какой фильтр в надо добавлять ко всем обращением к моей таблице и так в этом фильтре в параметр продавец олицетворяет колонку с именем продавца в моей таблице и дальше я должен записать условия по которому строки будут показываться имя продавца должно соответствовать текущему пользователю ну в общем все осталось только небольшие формальности соблюсти схема должна функция должна быть объявлена с привязкой к схеме но чтобы нельзя было ее испортить или удалить как-то и при этом поломалась бы безопасность и еще поскольку эта функция табличная надо бы добавить название к колонкам готово ну как видите ничего особенного еще раз повторю вся ценность этой функции только лишь вот в этом она нужна ради того чтобы сервер знал какой фильтр в добавлять автоматически каждому селекту каждому обращению к таблице с заказами вот это будет дописано как невидимое дополнение к секции в но пока это просто функция сервер не знает для чего я ее написал может быть я просто так и написал для каких-то своих целей третий шаг во всем этом механизме это создание политики политики безопасности итак я разрешил всем доступ к таблице подготовил вот эту вот функцию и теперь я должен сказать серверу что именно эту функцию надо использовать для защиты строк этой таблицы создадим политику ну назовем ее скажем продажи и вот в этой политике я говорю что для этой таблицы использую эту функцию для другой таблицы использую другую функцию то есть одной политикой что удобно вы можете защищать сразу несколько таблиц функция отныне будет именоваться предикатом и назвал я ее свои продажи вот так у этой функции один параметр и он должен олицетворять какую-то конкретную колонку в моей таблице какую колонку вот тут я указываю какую колонку продавец это колонка таблицы заказами и саму таблицу тоже надо указать вот так ну вроде все запускаем так хорошо получилось вот эти вот политики не видны в интерфейсе и у меня может возникнуть естественно желание посмотреть как сейчас какие-то политики применяются не применяются ну и изменить их естественно там отключить и все такое прочее как обычно мы все эти объекты видим в системных табличках название которых как обычно предсказуемо они все лежат схеме сис security policies так вот они вот здесь видно что есть такая политика и что интересно она enabled то есть она работает уже ну а если подробности хочется посмотреть то есть еще одна системная табличка security предикаты здесь подробная детализация политик уже с точностью до конкретных защитных функций ну давайте посмотрим заработало или нет итак вот евгений онегин до того как я проделал вот эти три шага эти два шага последних он видел все заказы а теперь он повторяет этот запрос и смотрите вот она защита доступа на уровне строк он выполнил точно такой же селект обратился напрямую к таблице но увидел не все строки а только те которые прошли вот эту фильтрацию вот так это работает в принципе если вам нужно просто с этим механизмом познакомиться и так представлять зачем он нужен как он устроен насколько сложно будет его внедрение в ваших проектах ну и уметь поддержать светскую беседу на эту тему то этого достаточно то есть дальше можно уже вебинар не смотреть дальше мы будем говорить о всяких тонкостях и нюансах и это может быть вам интересно если вы прямо сейчас вот собираетесь уже это внедрять итак поподробнее что еще интересного тут можно сделать на что надо обратить внимание первое на что надо обратить внимание это тот факт что как и любое динамическое управление разрешениями это ослабление безопасности так всегда бывает когда вы от статического декларативного управления доступом переходите к динамическому ну это доказательство этого факта долгая история поэтому я вам предлагаю просто поверить мне на слово или вспомнить какие-нибудь аналоги вот к примеру в windows сервере 2012 версии добавилось динамическое управление доступом к файлам можно не раздавать разрешение теперь на каждый файл и на каждую папку по отдельности а написать тоже политику которая по свойствам этого файла по его там атрибутам и разным признакам будет принимать решение показывать этот файл пользователю или не показывать это аналог того механизма который мы сейчас рассматриваем и это в общем тоже естественно приводит к ослаблению безопасности всегда когда вы переходите к динамическому управлению защитой вы ослабляете безопасность но не нужно сразу этого пугаться потому что не так уж и сильно безопасность это ослабляется и к тому же в большинстве случаев это вообще не страшно просто всегда помните что система она не может быть одновременно и безопасной и удобной она обычно либо удобная либо безопасная либо ни того ни другого и поэтому все динамические механизмы управления доступом в том числе raw level security они имеют целью не повышение безопасности а повышение удобства повышение удобства администрирования управления вот этими всеми делами но будьте внимательны оцените пожалуйста перед внедрением риски которые могут возникнуть например вот сейчас онегин действительно не видит чужих заказов ну это справедливо однако представьте что вместо онегина подключился злобный хакер который в совершенстве владеет языком SQL и знает об этом механизме raw level security и догадывается что наверно он видит строки не все наверно в этой табличке есть еще какие-то продажи других продавцов которые ему не показываются ну просто так напрямую он их увидеть не может но он может провернуть что-то вроде SQL инъекции то есть раз он знает как будет формироваться итоговый запрос то есть он знает что будет дописано этому запросу невидимая секция в которой будет там что-то отфильтровано он может попытаться в этот фильтр влезть отменить того фильтра который мы написали функции он не может но он может влезть в секцию в где будет этот фильтр и дописать там что-то свое например он думает что подозревает что может быть есть еще продажи которые сделал владимир ленский давайте узнаем если среди заказов заказа которые оформил владимир ленский или нет давайте сформируем вымышленный столбец вот таким образом если продавец владимир ленский то вызовем искусственную ошибку вот делить на 0 нельзя а я пытаюсь как раз длить на 0 вычисление такого фильтра точнее вычисление такого столбца в случае срабатывания вот этого фильтра она гарантированно вызовет ошибку ну и чтобы весь запрос выглядел синтаксически правильным надо это там с чем-то сравнить неважно с чем главное что я динамически пытаюсь формировать новые условия фильтрации которые будут срабатывать одновременно с защитным фильтром и это условие фильтрации написано так что она в интересных мне случаях специально генерирует ошибку итак запускаем о смотрите случилось дверь на ноль а почему случилось дверь на ноль потому что сработала вот эта ветка условия а раз нас работала значит среди продавцов был владимир ленский вот теперь я уже знаю что среди строк есть продажи владимира ленского если я это условие усложню то я могу еще проверить что он продавал когда он продавал кому там ну так далее я же могу здесь написать очень сложные условия давайте еще проверим а что если продавец был не владимир ленский а скажем какой-нибудь там василий пупкин смотрите от случае василия пупкина запрос срабатывает нормально без ошибок то есть метод работает я могу перебирая имена и фамилии продавцов понять какие продавцы делали заказы хоть я их и не вижу ну а если это условие буду расширять дальше то я в конце концов таким перебором пойму когда что кому они продавали и смогу восстановить содержимое строки вот так вот это вообще-то уязвимость конечно же но это уязвимость такая штатная документированная то есть microsoft про нее знает и никакого открытия сейчас конечно не сделал вы должны это учитывать перед тем как в боевых проектах использовать вот такой защитный механизм то есть он для удобства сделан не для повышения безопасности это важно ну ладно это неприятный момент теперь давайте поговорим о всяких приятных вещах что еще можно здесь дополнительно усложнить и накрутить первый позитивный момент на который надо обратить внимание заключается в том что предикаты можно писать довольно таки навороченные я имею ввиду не то что здесь можно в секции в какие-то там сложные условия написать хотя конечно да здесь можно не один столбец а несколько проверить а еще можно обращаться к другим таблицам и еще более интересные схемы строить давайте я покажу во первых обратите внимание что произойдет если вы хотите анализировать не одну колонку а несколько помните что каждая колонка на основе которой вы принимаете решение превращается в параметр вот этого предиката ну давайте немножко усложним добавим еще анализ даты дата заказа я представим что можно показывать только недавние заказы которые были сделаны за последние ну скажем три дня здесь мне не придется особо сильно усложнять я всего лишь навсего в секцию в моего предиката допишу end и сделаю проверку даты заказа я хочу чтобы расстояние в днях между датой заказа и текущим моментом не превышала ну скажем давайте возьмем четыре дня так теперь мне нужно этот предикат добавить в политику точнее не добавить добавить его нельзя можно либо заменить существующую либо новую политику создать потому что политики эти устроены так что для каждой таблицы вот таблица для каждой таблицы можно один предикат добавить поэтому несколько функций здесь вписать не удастся нужно все обязательно запихнуть в одну функцию одно сложное условие либо можно создать новую политику давайте я так и сделаю и так вот моя новая функция готова теперь старую политику я отключу новую создам отключаю старую политику кстати обратите внимание когда политики все отключены моя таблица не защищена ничем и сейчас если онегин попытается посмотреть на заказы то что он увидит он увидит их все вот поэтому наверное надо нам поскорее создать и включить новую политику свежие продажи назовем который будет использована в качестве фильтра новая функция вот так теперь можно включать новую политику только у меня изменилось количество анализируемых колонок раньше и решение принимал только исходя из продавца а теперь еще добавилась к анализу вторая колонка надо ее здесь тоже указать дата оформления заказа и включаем политику их готова наверное заработала давайте посмотрим что видел онегин вот до того как я включил политику он видел во первых он видел все заказы и чужие тоже во вторых он еще и старые заказы тоже видел а теперь вот теперь он видит только один заказ смотрите он был сделан 23 февраля но я помню что у него там два заказа а второй был сделан раньше и он уже ушел в архив его мы уже не показываем вот так я сделал чуть чуть посложнее условия предиката но не это самое интересное самое интересное здесь то что в этом предикате можно вообще-то обращаться и к другим таблицам вот это мы сейчас попробуем проделать в нашей базе обратите внимание есть еще табличка с продавцами там перечислены все продавцы но они перечислены не просто так они перечислены с учетом их подчинения мы считаем что у каждого продавца есть начальник другой какой-то продавец вторая колонка это иерархический тип данных здесь в бинарном виде конечно непонятно но можно догадаться что онегин это начальник самый главный а остальные ему так или иначе подчиняется вот те у кого покороче этот номер они подчиняются ему непосредственно а ольга ларина и мартин задека они подчиняются ленскому так вот давайте усложним задачу давайте будем показывать каждому продавцу не только его продажи а еще и продажи его подчиненных здесь вот в чем сложность селекта он будет делать к таблице заказами факт подчинения можно проверить по таблице с продавцами придется в другую таблицу залезать это можно все запрограммировать в нашем предикате но учтите что мы должны остаться в рамках синтаксических требований то есть это наша функция должна остаться встраиваемой inline то есть я должна состоять из одного селекта давайте этот селект теперь попробуем написать итак я снова возвращаюсь к одному параметру давайте я назову этот предикат теперь продажи подчиненных и разрешаем смотреть на этот заказ если если что если продавец который указан в таблице который сделал заказ является подчиненным текущего давайте проверим так и надо переписать условия более сложным образом мне нужно обратиться в другой таблице самое простое что я могу придумать это использовать exist и проверить подчиненный там продавец или не подчиненный и так заглянем в таблицу с продавцами мне нужно связать между собой начальников и подчиненных поэтому эту таблицу придется упомянуть два раза ну и чтобы в джойне не запутаться надо дать разные имена этим таблицам давайте эти таблицы соединим так что слева будет начальник а справа будет подчиненный проверку факта подчинения делает функция из descendant of вот так слева p1 начальник p2 это подчиненный и после такого соединения у меня останутся только правильные пары начальника подчиненный причем подчиненные любого порядка и надо дополнительно проверить тот факт что начальником то есть p1 является текущий пользователь переведем правильно в правильное упорядочение итак начальник текущий пользователь а подчиненный кстати функции из descendant of работает так что она считает что каждый сам себе подчиненный то есть свои продажи я тоже увижу итак а подчиненный это содержимое той строки которая сейчас анализирую вот так да и функции из descendant of она является выражением поэтому надо сравнить чем-то ну вот вроде правильно вроде правильно написал сейчас проверим забыл указать что выбрать поскольку я использую предикат exist тут в общем не важно что выбрать главное проверить факт существования строк да все хорошо ну что же теперь надо сделать новую политику проверочная функция готова сделаем новую политику вот так и вот так но перед этим надо отключить политику старую вот это старую политику отключаем новую политику включаем только не хорошо что у меня одинаковые названия объектов используются я изменю вот так запускаем о сработало ну проверим итак попробую от имени разных пользователей посмотреть на заказы буду выполнять такой вот простой запрос сначала администратор я администратор и вроде как должен видеть все но эта политика она не разбирает администратор вы или нет к тому же она имеет смысл в любом случае после того как у вас уже есть доступ на селект к этой таблице поэтому смотрите какой интересный эффект администратор не видит никаких заказов да все правильно так и задумано и в случае если бы я классический способ применял для управления по срочным доступом было бы то же самое и администратора надо было бы если бы я хотел чтобы он видел все заказы надо было бы в логике вьюшки или функции администратора отдельно проверить отдельно как-то обыграть проверку членство в роли в общем правильно теперь такой же запрос исполняет онегин онегин генеральный директор он начальник всех продавцов то есть он видит все заказы которые там есть и свои и всех остальных продавцов хорошо давайте подключимся еще кем-нибудь вот к примеру татьяна ларина татьяна ларина выполняет такой же запрос и видит только свои заказы у нее нет подчиненных так что все нормально подчиненные есть у владимира ленского владимир ленский является подчиненным онегина то есть заказы онегина он видеть не должен и заказы лариной он тоже видеть не должен у онегина есть два подчиненных продавца это ольга ларина и мартин задека давайте проверим и так ленский подключается подключается ленский и да действительно ленский видит заказы себя видит заказы ольги лариной у марты на задеке просто заказов нету но если бы они были он бы тоже их увидел и все чужих заказов он не видит вот так вот это был пример более сложного предиката еще раз посмотрите что можно тут делать можно обращаться к другим таблицам вызывать всякие там другие функции в юшке и другие объекты базы лишь бы вы смогли все это записать в виде одного селекта а это нужно записать в виде одного селекта потому что у вас функция должна оставаться инлайновой встраиваемой ну такое синтаксическое требование но требование это чем обусловлено тем что сервер берет вот этот фильтр и добавляет его ваш запрос то есть он должен уметь встроить эту функцию ваш запрос так чтобы у этого запроса в итоге был один общий план исполнения так что требование нормальное осмысленное следующий позитивный момент на который я прошу вас обратить внимание подводит нас к интересному преимуществу вот этого нового метода перед классическим механизмом в чем это преимущество в том что в итоге если мы написали нужное количество проверочных функций мы можем сказать что мы перешли к декларативному управлению при помощи политик и она это декларативное управление будет заключаться в том что администратор может эти политики включать отключать или заменять одну из них на другую причем эти политики как вы уже могли заметить они могут накрывать несколько таблиц и использовать несколько разных предикатов для них вот сейчас как раз я такой пример собираюсь сделать сейчас работает вот эта политика которая регламентирует доступ только лишь к одной таблице а давайте будем регулировать доступ еще и другой таблицы с продавцами сейчас мои обычные пользователи этой таблицы вообще не видят они видят только таблицу с заказами и все а давайте дадим им возможность видеть еще и продавцов но опять же не всех а только некоторых для этого напоминаю нужно проделать следующие действия и так я снова как администратор подключаюсь к базе сначала нужно всем дать доступ к этой таблице ну я имею ввиду дать доступ обычным декларативным методом таблица продавцы и даем доступ всем но все это специальная роль у меня есть роль продавец который входит мартин задека онегин ленский и обе ларины селек разрешил теперь все они увидят продавцов причем всех сразу но этого я не хочу я буду доступ к этой таблице тоже регулировать построчно для этого я изменю свою политику а впрочем чтобы было наглядно давайте лучше я не изменю а создам новую давайте старую политику я отключу можно было добавить я просто хочу чтобы в конце получился красивый синтаксически красивый пример режим 1 и так эта политика по-прежнему будет накрывать таблицу заказы а еще она будет накрывать таблицу с продавцами для каждой таблицы можно сопоставить только одну функцию но эти функции могут быть разные то есть я могу по каждой таблице отдельно принимать решение показывает ли только себя самого или показывать себя и своих подчиненных я могу например вот такую политику сделать давайте это вынесу в отдельное окошко вот так а могу сделать политику назову режим 2 в которой скажем заказы можно видеть и свои и подчиненных а вот продавцов можно видеть не всех а только себя и администратор сможет при необходимости быстро переключиться между этими режимами ну например использовать какую-то менее строгую политику в обычной жизни а если там что-то пошло не так или случился какой-то инцидент в плане безопасности или может быть мы что-то тестируем надо что-то потестировать и в тестовом режиме что-то закрыть или что-то открыть то можно быстро между этими политиками переключаться например режим 1 я буду использовать иногда как тестовый а как боевой буду использовать режим 2 только я забыл поставить запятую между таблиц и в таблице продавцы у меня колонка называется по-другому не продавец она называется имя вот так сейчас все заработает вот так надо был точку запятой еще поставить microsoft последнее время взялся вводить более строгий синтаксис и многие новые конструкции которые в последних версиях появились требуют обязательного появления перед собой точки с запятой ну либо они должны быть первыми инструкциями в пакете security policy тоже так же так давайте теперь посмотрим что там у нас видно с этими политиками вот пришел администратор и хочет посмотреть чего там сейчас творится какая политика работает если мы создали несколько боевые тестовые он заглядывает в системную табличку security policies и видит а так тут много разных политик создана но какая-то одна из них максимум 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 1 работает вот это вот так если администратор интересуют подробности что же это за такая политика чего она делает то он заглядывает в системную табличку security predicates и смотрит разбирается что там предикатов там может быть много но скорее всего он все-таки не запутается потому что обратите внимание object id это идентификатор политики по нему можно связаться а target object id это идентификатор таблички который привязана вот такая функция то есть если это все заджойнить то получится наглядный отчет и администратор разберется что к этой табличке применяется вот такая функция а к этой табличке вот такая функция ну я полагаю это понятно и так сейчас я включил вот эту политику режим 2 которая продажи позволяет видеть с учетом подчиненных а вот продавцов без учета подчиненных то есть только себя самого ну давайте проверим интересно посмотреть от имени ленского потому что у него и подчиненные есть и продажи у него есть смотрим так с заказами все правильно ленский видит свои заказы и видит заказы ольги лариной которая ему подчиняется прошла а теперь он решил посмотреть на список продавцов а вот продавца то он видит только одного вот так ну что ж я так и задумывал все правильно однако администратор решил что надо что-то там протестировать или ужесточить или ослабить режим безопасности в общем решил он политики переключить что он должен сделать он во-первых должен отключить действующую политику которая работает прямо сейчас это alter security policy и включить политику новую вот режим 2 отключаем режим 1 включаем готова и это должно привести к тому что ленский видит продавцов подчиненных смотрим да действительно его select теперь показывает и его подчиненных ну и с продажами тоже все нормально вот так вот это одно из преимуществ возможность вот такой вот альтер точнее два таких альтера сделать это одно из преимуществ перед классической схемой нашего нового механизма ну теперь наверное select мы полностью разобрали защиту доступа на чтение имею ввиду и дальше давайте озадачиваемся последним интересным вопросом практической с практической стороны последним интересным вопросом это а что же будет при модифицирующих операциях с селектом все посмотрели а еще эти граждане иногда хотят добавлять удалять заказы или делать апдейт что произойдет в этом случае тут есть два соображения во первых чтобы что-то модифицирующие у они гональенского и других продавцов сработало у них во первых должны быть явные разрешения на эту операцию помните сначала я дал разрешение на селект а потом уже начал с политикой что-то придумывать ну так и здесь тоже сначала надо дать разрешение на insert update delete если вы хотите чтобы там что-то происходило давайте это сделаем администратор администратор решил грантовать еще скажем delete на таблицу с заказами для всех продавцов без разбора для всех кто исполняет роль продавец ну и чтобы два раза не вставать он сразу грантовал и апдейт и insert вот так давайте посмотрим к чему это привело будем экспериментировать от имени ленского ленский как мы помним видит заказы свои и подчиненных и подчиненные у него имеются ленский снова решил посмотреть на эти заказы давайте представим что он решил какой-то свой свой заказ удалить вот к примеру заказ с номером один вот это его заказ проверяем судя по сообщению от сервера чего-то там удалилось смотрим да действительно заказа нет ну ладно тут пока ничего такого нового он же свой заказ удалил а вот давайте он чужой заказ попробует удалить он попробует удалить заказ номер два среди видимых ему заказов не наблюдается заказ номер два наверное это заказ чужой не его подчиненными сделаны попробуем такого заказа делит не нашел но на самом то деле такой заказ есть я от имени онегина попробую снова посмотреть на заказы онегин то самый главный начальник он должен видеть все заказы и смотрите заказ номер два есть его сделала татьяна ларина но она не является подчиненным ленского так что ленский то его удалить и не смог вот так ну здесь тоже нет ничего такого нового чего я не смог бы сделать классическим методом при помощи вьюшек вьюшки в современных версиях сиквел сервера это довольно интересные объекты можно писать для них триггеры instead of и там тоже реализовывается может быть сложную логику для удаления изменения вставки так далее можно что угодно запрограммировать операцию удаления мы проверили и она работает корректно хорошо теперь что у нас с апдейтами и инсертами что будет с апдейтом и инсертом в общем то легко предсказать если действительно представить что север просто расширяет секцию в и дописывает сюда то что вы написали в предикате вашей функции то есть при удалении заказов вот сюда добавилось еще дополнительные условия которая проверяла имя продавца и естественно не нашлось продавцов у которых одновременный номер был бы два и они были бы подчинены ленскому поэтому делит промахнулся что касается инсерта то у инсерта секции в нету мы не фильтруем строки при добавлении поэтому некуда вставлять вот этот наш написанный предикат ну и с инсертом такая защита работать не будет давайте мы это проверим владимир ленский сейчас попытается добавить новый заказ сделанный чужим посторонним продавцом татьяны лариной и посмотрим что из этого получится укажем дату номер я не пишу это автоинкремент и все остальные поля итак вот интересный момент я добавляю татьяну ларину заказ сделанный татьяной лариной сделано допустим 23 февраля представим что был куплен утюг в количестве одна штука по цене 90 рублей вот так добавляем смотрите добавилась строка судя по диагностическому сообщению и посмотрим я от имени ленского эту строку видеть не могу потому что теперь-то фильтр в срабатывает мне надо переключиться на онегина посмотрю от имени онегина добавилось ли там что-нибудь да вот он самым большим автоинкрементом номер 22 вот он этот заказ так что все верно и сердце срабатывает у него секции ва нет фильтровать нечего ну и вы можете также предсказать несложно как будут работать апдейты к примеру заказ номер два который был сделан татьяной лариной я хочу изменить это хочет сделать точнее ленский напоминаю ленский заказа номер два не видит но этот заказ базе есть я хочу изменить количество вот так запускаем нет не нашлось не нашлось таких заказов ничего не изменилось с апдейтом правда есть один интересный момент обратите внимание что апдейт может сработать так что он приведет к изменению видимости этой строки например заказ номер пять вот его сделала ольга ларина это нормально что я его вижу ольга ларина подчиненная владимир ленского а ленский решил этот заказ номер пять изменить да так что продавец стал другой не ольга ларина татьяна сестра и и причем ольгу ларину онегин ленский может видеть а вот татьяна ларина он видеть уже не может давайте посмотрим этот апдейт сработал видите он одну строку изменил а теперь я запускаю его еще раз второй раз этот апдейт уже не срабатывает почему ну потому что в условии вы дописывается мой предикат который проверяет продавца а теперь уже этот продавец выпал из области видимости ленского все теперь этого заказа я уже не вижу но в базе то он остался поэтому если я посмотрю от имени онегина например на вот этот вот 5 заказ то увижу что он на месте и апдейт который я хотел сделать сработал вот так я полагаю что к этому моменту я могу легко угадать о чем вы сейчас думаете вы наверное сейчас думаете как же эти механизмы сказываются на производительности конечно сказываются они на производительности плохо так же как и любая защита сделанная программными средствами дело в том что фильтр который мы добавляем к нашей политики он безусловно включается в каждый select в каждый апдейт в каждый делит и естественно замедляется исполнение наших операций давайте посмотрим как исполняется вот этот простейший запрос который просто показывает все заказы здесь ничего такого сложного быть не должно однако давайте я включу показ плана исполнения запроса и этот запрос выполню еще раз чтобы план построился я переключусь на администратора у которого есть разрешение смотреть план запроса и так запускаю запрос ну администратор не является вообще продавцом никаким поэтому под фильтр он не попадает но интересно не то интересно какой будет план исполнения давайте посмотрим а вот он смотрите какая интересная штука я-то ожидал что будет просто одна базовая операция clustered index can тут смотрите оказывается есть обращение к таблице с продавцами потом еще одно обращение к таблице с продавцами делается между ними соединения join и вот тут вот уже дальше идет обращение к таблице с заказами вот это да конечно это неприятно с точки зрения производительности а таблица заказами она по своему смыслу наверное очень такая важная востребованная и будет высоко нагруженная так что динамическая защита сыграет конечно в минус в плане производительности все обращения к этой таблице будут вызывать вот такие вот соединения не хорошо но тут ничего не поделаешь это расплата за гибкость настройки безопасности за удобство так что надо к этому отнестись с пониманием теперь наверное мы перебрали все возможные варианты давайте подведем теоретические итоги и обсудим еще раз плюсы и минусы всего происходящего вернемся к нашим картинкам и так чтобы все это заработало нужно во первых разрешить доступ к таблицам во вторых написать фильтрующие функции связать их аргументы с колонками и составить из этих функций политику ну это все я сейчас продемонстрировал теперь подведем итоги самая важная вещь в механизме рлс это конечно вот эти фильтрующие функции и в них рекомендуется задействовать что ну контекст безопасности конечно как мы делали проверяли ими пользователи это самое популярное решение также можно использовать какие-то там настройки текущие на сервере и вот еще интересный момент если вы работаете с базой через приложение обычно так и бывает то скорее всего ваше приложение заходит в базу не от имени конечного пользователя а от имени себя самого то есть пользователь подключается к приложению как пользователь там аутентифицируется авторизуется а приложение уже залезает в базу от своей учетной записи одно и то же для всех пользователей вот в этом случае чтобы база данных различала все-таки какой пользователь скрывается за приложением вы можете использовать механизм контекст инфо если вы с ним не знакомы то просто в справке наберите вот эту вот функцию контекст инфо и увидите там очень просто можно передать со стороны приложения в базу любые параметры ну и можно писать сложные штуки которые захватывают другие таблицы мы это сейчас видели значит важно не забудьте что это все-таки ослабление безопасности и применять это нужно все-таки для удобства не для усиления безопасности для большей гибкости для большей какой-то там функциональности управляемости но в любом случае как только вы такую штуку внедряете знаете безопасность вы понизили вот так но зато зато что хорошо вы можете легко переключаться между политиками и если такое вам требуется то лучше чем рлс вы ничего не найдете ни один другой механизм такого удобства вам не даст переключиться между боевым режимом и тестовым или там каким-то особенным мгновенно вот так вот мгновенно и просто другие механизмы не могут ну и еще что сразу подкупает в этом механизме то что он реализован не в приложении в базе а это хорошо если вы к одной базе подключаетесь из разных приложений например пользователи через excel иногда заходит в базу а иногда там через какие-то приложения иногда через какие-то там еще отчетные системы в этом случае вы можете в базе один раз этот механизм внедрить политики продумать как следует и они будут работать для всех подключений для всех приложений ну и путаницы будет в конечном счете меньше это хорошо ну что же нам пора заканчивать значит вот глобальный итог вы видите на этом слайде и как у любого инструмента к любого механизма у него есть плюсы и минусы это как обычно бывает палка двух концах использовать надо адекватно задача адекватно задача то есть для повышения гибкости управляемости и удобства ну что же теперь мы про этот механизм все что нам нужно знаем и наверное пора заканчивать давайте прощаться приходите к нам учиться буду раз рад встретиться с вами на наших курсах специалисте и не пропустите наши следующие вебинары в которых мы поговорим про маскировку данных и про правильное применение вот этого механизма рлс который мы сегодня изучили сегодня мы только смотрели как эта задача решается а самое то интересное как правильно самый рлс применять в готовых решениях об этом поговорим в следующих сериях добавляйтесь пожалуйста в друзья подписывайтесь на мой канал на ютюбе спасибо за внимание до новых встреч